Киев вновь просит США об усилении военного присутствия в Черном море. 11 марта 2019 года. Военное обозрение. Киев вновь просит США об усилении военного присутствия в Черном море. Киев ожидает усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе и восстановление комиссии Украина-НАТО, Передает РИА новости заявление вице-премьера Украины Иваны Климпуш Цинцадзе на встрече с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл. Источник изображения Встреча прошла в Вашингтоне Заявила Климпуш Цинцадзе, добавив, что правительство Украины на дальнейшее пристальное внимание Белого дома к ситуации в Азовском и Черном морях. Вице-премьер также подчеркнула необходимость скорейшего восстановления комиссии Украины НАТО на уровне министров, работу которой блокирует Венгрия. Между тем Киев уделяет значительное внимание защите прав нацменьшиств и старается решать этот вопрос в диалоге с венгерскими властями. Отметила Климпуш Цинцадзе В свою очередь Петр Порошенко, выступая в субботу в Киеве по случаю 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко, заявил об освобождении от культурной оккупации. По его словам, Украина освободилась от культурной оккупации, которая не менее опасна, чем физическая. За последние годы украинский язык, украиноязычная книга, украиноязычная песня и украиноязычное кино получили надежные позиции вокруг нас и в наших сердцах. Сказал он, за пять лет украинский язык занял, наконец, подобающее ему место, завел президент. И сделано это было по-мудрому, без нарушения прав носителей других языков, добавил он. Напомним, в последние годы на Украине регулярно звучат призывы запретить все, что связано с Россией, в том числе и русский язык. В настоящее время в Раде находится законопроект о государственном языке, предусматривающий использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни. Право на данный материал принадлежат военные обозрения. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.